Привет друзья! В российском кинематографе есть такие актеры, которые зрителями узнаются с первого взгляда и при этом вызывают искреннюю улыбку радости. К таким исполнителям относится и Наталья Крачковская, непревзойденная комедийная актриса, заслуженная артистка России. Наталья родилась в Москве в 1938 году, в сложное время для нашей страны. Политика сталинского государства вмешалась и в жизнь семьи Натальи. Отца Леонида Белогорцева репрессировали. Наташу и младшую сестричку Ирину воспитывала мама, актриса Пушкинского театра Мария Фонина. В детстве Наталья росла настоящим сорванцом, постоянно пропадала с мальчишками и даже была дворовым предводителем, организовывая захватнические набеги на соседские огороды. Но в подростковом возрасте девочка больше времени проводила за кулисами маминого театра, тем более что и расквартированные Белогорцевы были в том же здании. Мария Фонина категорически не желала для дочери жизни артистки, поэтому настаивала, чтобы Наталья поступала в историко-архивный институт. Та не посмела ослушаться повеления матери, но одновременно, втайне от родительницы, подала документы и вовгик, хотя прекрасно знала, что там невероятный конкурс, более 250 человек на место. Да и фигура Пышечки не слишком ассоциировалась с профессией актрисы. Впрочем, Крачковская тогда еще Белогорцева никогда не комплексовала из-за полноты, ведь за девушкой всегда ухаживали кавалеры. Более того, впоследствии актриса превратила фигуру в фирменную фишечку. На экзаменационных испытаниях девушка прочитала монолог Иванушки дурачка из конька-горбунка и совершенно покорила художественного руководителя Владимира Белокурова, который как раз набирал курс. Но учеба не оказалась для Натальи Крачковской простым делом. Вскоре после начала семестра студентка попала в автомобильную аварию и получила серьезные травмы, повлекшие даже временную потерю зрения. Врачи запретили девушке продолжать обучение, но Наташа не сдалась и не отступила от выбранного пути. Более того, вскоре Белогорцева стала выходить на театральную сцену и появляться на съемочной площадке. Личная жизнь. Многие женщины переживают из-за слишком пышных форм. А вот Наталья Крачковская не беспокоилась на этот счет и постоянно находилась в центре внимания мужчин. У актрисы всегда было много поклонников, которые даже весу артистки делали комплименты, говоря, что Наталья представляет собой 100 килограммов мечты. Личная жизнь актрисы складывалась благополучно. В 1962 году Наталья познакомилась со звукооператором массфильма Владимиром Крачковским, сыном знаменитого академика Василия Крачковского. Вскоре молодые люди поженились и прожили в согласии 26 лет, вплоть до смерти Владимира Васильевича. Супруга сразу перешла на фамилию мужа. Но так как сестра Владимира Нина Крачковская тоже актриса, то первое время Наталья появлялась в титрах под двойной фамилией Белогорцева Крачковская. В семье родился единственный сын Василий, который пошел по стопам отца и тоже стал звукорежиссером. Больше детей в семье Крачковских не было. Василий Крачковский является родным и единственным сыном всеми любимой советской актрисы театра и кино, а также заслуженной артистки Российской Федерации Натальи Крачковской. Василий появился на свет в июне 1963 года в творческой семье. Мама, знаменитая актриса Наталья Леонидовна, родила сына, когда ей было 25 лет. Отец, Владимир Васильевич Крачковский, сын академика Крачковского, который был арестован, а затем расстрелян в августе 1938 года. Владимир Васильевич проработал на протяжении всей жизни в должности звукорежиссера. В 16-летнем возрасте, будучи подростком, Василий появился в картине «Живите в радости», где сыграл в эпизодической роли брата одной из главной героини по имени Ульяна. Известно, что супругу Василия Крачковского так же, как и его маму, зовут Наталья Крачковская. В совместном браке в 1991 году у супругов появился на свет сын, которого назвали Владимиром. Когда Владимира Васильевича не стало, популярной артистке было всего лишь 50 лет. Она больше не была замужем и не вступала ни с кем в романтические отношения. Ее сыну на тот момент было 25, и он уже давно жил отдельно от родителей на профсоюзной. После утраты Наталья Леонидовна начала жить только ради сына, старалась помочь ему любыми способами, как морально, так и материально. Однако Василий Крачковский был сильно обижен на свою мать. К своим 25 годам он до сих пор жил воспоминаниями и детскими переживаниями. Молодой мужчина был обижен на Наталью Леонидовну за то, что она, когда он был еще ребенком, уделяла больше времени работе, чем ему. Василий редко приходил к маме, а когда у него появился сын, тот не захотел общаться со своей бабушкой даже по телефону. В одном из интервью популярная актриса как-то поделилась размышлениями по поводу отношений с сыном. Как оказалось, на протяжении долгого времени Василий Крачковский не общался со своей матерью. Причиной этому послужил увиденный сюжет, в котором говорилось, что Наталья Леонидовна на протяжении 30 лет живет со своим хорошим приятелем. На самом деле телевизионщики сфабриковали полученную информацию от актрисы и представили ее в выгодном для себя цвете. Василий поверил в эту новость и перестал разговаривать с Натальей Леонидовной. Артистка такое поведение сына сначала не поняла, а затем удивилась, как он мог поверить в такую несуразицу. По ее словам, Василий Крачковский должен был понять, что это фарс, так как он сам занят в киноиндустрии. В последнее время, перед смертью известной актрисе было крайне сложно. Лишний вес давала себе знать, обострилась много болезней. Наталья Леонидовна пыталась придерживаться диет и пила специальные таблетки, чтобы убрать лишний вес, однако у нее ничего не получалось. Ей становилось все сложнее передвигаться. Если раньше она выходила из дома, но с палочкой, то в последнее время находилась только дома. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, женщина старалась, как и прежде, сохранять положительный настрой и бодрость духа. У Крачковской часто болело сердце, так как она постоянно думала о своих родственниках и переживала из-за того, что сын и внук Владимир избегают общения с ней. Однако после кончины актриса ее сын опроверг обвинения, связанные с плохими отношениями между ним и Натальей Леонидовной, и обвинил ее подруг в наговоре. Наталья Леонидовна Крачковской не стала 3 марта 2016 года. На тот момент популярной актрисе было 77 лет. Женщину похоронили на Троекуровском кладбище. Актриса хотела уйти скромно. Обычный катафалк и фото из альбома на лобовом стекле. Попрощаться с Натальей Леонидовной пришли близкие друзья. Лариса Лужина, Любовь Руденко и Михаил Кокшенов с женой. По словам Василия, последним желанием известной мамы стал отказ от церемонии прощания с ней. Наталья Леонидовна как-то сказала сыну, что не хотела бы обряда прощания как такового. По этому поводу Крачковская думала, что непременно должно быть отпевание в церкви и только после этого традиционная процедура похорон. На отпевание в храм пришел и сын актрисы со своей семьей. Василий не отходил от гроба скончавшейся матери, в его глазах были слезы, а в горле стоял ком. Мужчина так много не успел сказать великой актрисе. По официальной версии, Наталья Леонидовна не стала из-за случившегося инфаркта. Однако находящиеся рядом близкие друзья считают, что актриса не стала по причине того, что она была жутко одинока. Ни сын Василий, ни внук легендарной актрисы Крачковской при ее жизни не дали интервью и, конечно, не поделились мыслями по поводу того, что стало причиной разлада в их семье. Сама же артистка всегда говорила только хорошее о своих близких родственниках, не желая выносить ссор из избы. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.